Не бывает и дня, чтобы к врачам не обращались покусанные собаками. Как же себя защитить? Я отдал себя на растерзание, чтобы понять, можно ли найти на них управу. И научу, как себя вести, чтобы тебя не погрызли. Как раз идем в страшное место? Да, в самое страшное место. На днях в Киеве собака покусала лицо девятилетней девочки. Не дворняжка, соседская. Никто от нее не ожидал нападения, но такие случаи, к сожалению, не редкость. Я не сильно понимаю, как вообще может укусить зверь за лицо, он же внизу. В каких ситуациях это все происходит? Знаете, на самом деле это очень просто, потому что обычно дети сами провоцируют животное на нападение. Дело в том, что дети не понимают, что животное – это животное, с которым нужно проявлять определенную дистанцию и определенную модель поведения. Оказывается, спровоцировать животное не так уж сложно. И даже домашние пушистики нехило кусаются. И размеры здесь не имеют значения. Укушенная рана, верхние губы справа с дефектом. Что это значит с дефектом? То есть нет фрагмента губы. Размером полтора на один сантиметр. На этапе госпитализации девочка гладила, играла собакой, ее укусили. Собака домашняя. Пекинес. Это же маленький такой. Только в столице с начала года к врачам отвезли более 20 деток с покусанными лицами. Здесь и толстенный журнал регистрации имеется. Но практически все укусы действительно спровоцированы. Ребенок подлез к спящей собаке. Девочка хотела погладить собаку. Ребенок забирал миску с едой. Девочка держала собаку за хруст. Просто подошел погладить сзади, когда собака ела. Сработал у собаки рефлекс. Нехиленький такой рефлекс. Да маленькому Жене губу зашивали. Либо она его лапой задела, либо она его укусила. Ну, приехали сюда, зашивали, налаживали жвы на губу. Но разве это нормально? Чего они так часто хватают за лицо, за губы, за уши? Дело в том, что это уязвимые места. А животное, как хищник, пытается нанести максимальную травму. А, то есть он тик и все? Конечно. Конечно. Именно сейчас, в начале весны, следует вести себя особенно осторожно с бездомными собаками. Ведь у них период, так сказать, гуляний. И они думают, что защищают свою территорию. А в Киеве молодые мамочки с колясками боятся гулять в парке Бабин Яр. Там живет целая свора больших бездомных собак. Вот проезжал мимо ребенок старший мой внук. Проезжал быстро? На велике? Да, совершенно верно, на велобеге. Нам просто повезло, что они не искусали ребенка. Вот видите, мамы спускаются с колясками. Ага, да. Здесь движение очень активное. Хотя некоторые делают большой круг, чтобы и погулять, и не напороться на свору. Насколько дольше приходится обходить парки за собак? Ну, где-то около часа. То есть плюс час для того, чтобы не встретиться с собаками? Да, да. Чтобы обойти в круговую, совершенно верно. Она подбежала прямо вот ее за куртку, вот так черно. Мама этой крохи куда уже только не обращалась, чтобы избавиться от бездомной стаи. Уже целая история переписки с ответственными государственными структурами имеется. А собаки там, где и были. Отписывается, что собак забирает, делает им прививку от бешенства. И если за ними никто не приезжает, их возвращают на предыдущее место пребывания. То есть не переживайте. Если вашего ребенка укусит собака, бешенством она его не заразит. Да, да, да. Еще их стерилизует. И возвращает туда. Это очень важно, что стерильная собака кусает. Места в питомниках для них нет. А ведь они и правда бросаются на людей. Ты видишь? Прямо на моих глазах собаки проявили агрессию к проходящему мимо мужчине. Фу! Средь бела дня ужас, что творится. Вы так ее не боялись потрогать? Не боялась. А почему? Потому что я их кормила. А, это вы их кормите? И я тоже. А вы видели, как они на мужчину только что напали? Видела. Эта милая девушка действительно каждый день кормит здешних клыкастых. Она искренне уверена, к ним просто нужно найти подход. Вы не боитесь сюда пойти их раз за три? А что вы говорите? Шесть штук? Шесть штук? Не боюсь. А нам бояться или нет? А вам, может, и бояться. Или прямо сейчас научиться, как себя вести, чтобы не попасться на зуб страшной псине. Представьте себе. Гуляете в парке, как вдруг... Как не допустить до того, чтобы в вас вонзились острые клыки? Начнем с элементарного. Ваша задача не растеряться, а проявить себя не жертвой, а показать собаке, что вы способны нанести угрозу. Громко на нее крикнуть, фу, да. Взять, попытаться поднять камень земли, продемонстрировать, что вы бросаете этот камень. Если вы испугались, значит, все возможное последующее можно вас покусать, можно вас разорвать, понимаете? Я. Меня. Земля. Итак, первое правило. Видите, что собака нападает. Покажите ей, что вы ее не боитесь. Ни в коем случае не убегайте. Вот так нельзя делать. А-а-а! 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 Сука! А-а-а! 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 За жопу! Сидеть! За жопу мне оставь! А-а-а! Давай, Адеру, вы тут же пробуждаете в собаке желание охотиться! На вас, собственно! А-а-а! Сделайте здесь что-нибудь! А-а-а! Фух! Как же хорошо, что на мне защитный костюмчик! Но все равно страшно! Да жути! Вы ей просто понравились! Я понял! Да-да! А на мне тоже! Правило второе. Говорите что-то собаке спокойным, уверенным голосом. Чем ниже тембр, тем лучше. Красиво, конечно, что у девушек такие белые красивые зубки. Но так хватать за попу у мальчиков нехорошо. И медленно отходите от псины. Как будто вы спокойно идете по своим делам. Мол, вы вообще не претендуете на ее территорию. Ей просто показалось! Пока! Мол, вы можете встать в пасту сумку, барсетку или какой-нибудь предмет. Это даст вам фору во времени. Шапку, как вариант. Снять куртку. Да, свернуть ее валиком. Попытаться дать собаке ухватить за этот валик. Но не вести себя как жертва. Возможно, вы оказались в месте, которое дворняги воспринимают как свой дом. И они его защищают. Не хотите обходить места их проживания десятой дорогой? Попробуйте задобрить. Просто берите с собой кусок колбаски, как вот эта женщина. Если пес все же царапнул, быстро к врачу. Укусы собак – это всегда инфекция. Это потому что в слюне? В слюне очень много инфекции. Слюна напрямую попадает в аром. Максимум накройте стерильной салфеткой, заклейте. И сразу ее идите в больницу. И учите деток, собаки даже маленького размера – это не игрушки. Это серьезно. Тот у меня вообще, если он меня сходит, то он полностью так руку сшит. Он меня вообще проглотил. Батьки звинуваживают лекарев у убивства сына. Днями закинчилось внутреннее расследование, которое тривало месяц. Через запаление легенев, чьи недбальство лекарев, загинул малюк. Абзац у Дніпропетровску. Тот кошмарный день Святого Валентина Ксения и Алексей запомнят на всю жизнь. Они потеряли самое дорогое – полутора годовалого сынишку. Он умер в реанимации одной из городских больниц. И сразу забрали в реанимацию. Стало хуже ему, да? Вообще стало хуже. Остановилось дыхание еще в отделе. Большин врач сказал, что случилась беда. Ребенок в очень тяжелом состоянии. Находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. Родители утверждают, их сына убила халатность врачей. Медики второй детской больницы, со слов мамы, просто игнорировали, что малышу становится хуже день ото дня. Уже никто на это внимание вообще не обращал. Дежурные врачи, лечащий врач, заведующий. У всех один был вопрос, что так проходит ВИР. Ему вообще не подходили. Утром обход был и все. Сколько я подходила, каждые полчаса врача вызывала, чтобы посмотрели, к нему не подходили. Руководство больницы формальным тоном пообещало разобраться. По закону это должно было занять не больше месяца. Будет работать много комиссий. Много компетентных людей будут изучать медицинскую документацию и делать выводы. Абзац был первый, кто тогда приехал в больницу. И я пообещал родителям следить за развитием событий. Вот и выясню, разобрались ли медики за месяц, от чего умер малыш. Жизнь как в тумане. Антидепрессанты, бессонница и повсюду напоминание о нем. Спустя месяц после гибели сына Ксения едва в состоянии говорить. Никак. С каждым днем хуже, хуже, хуже. Говорю, я неделю после похорон я вставала ночью в кровати. Говорю, Никита, тебе не холодно? А чего ты кушать не просишь? Единственный, долгожданный. Улыбчивого малыша в семье боготворили. После его гибели семья Волошиных не понимает, зачем жить дальше. Он ее любил. Любил просто сам. Ну, самая любимая его грушка была. Очень тяжело. Просто последнее время жили. Я говорю, наверное, одну мысль просто доказать. Просто хочется, чтобы такие врачи не лечили наши дети. Спустя месяц Ксюша сжимает в руках приговор судмедэкспертов. Никита сгорел от тяжелейшего воспаления легких. Смерть его наступила от двусторонней пневмонии. Клиничный перебег якой ускладывался разведком легенево-сердцевой недостатности. Когда мы изучили историю болезни, там все стоят плюсики. Подписи врачей, что лечение выполнялось. Лечение не выполнялось. Им антибиотик кололи. Должны были колоть по часам. Они кололи, каким хотелось. Родители Никиты обвиняют врачей в бездействии. Когда малыша по настоянию мамы перевели в реанимацию уже другой больницы, там возмутились, как можно было довести ребенка до такого состояния. Но оглашать подробности на камеру врач и аниматолог категорически отказался. В каком состоянии он поступил? Я его еще раз повторяю. Я должен стать в лицо, и я никакой информации не даю. В отделение реанимации, по-моему, состояние средней тяжести не поступает. Логично? Да. Значит, если ребенок поступил в отделение интенсивной терапии, состояние его тяжелое? Тяжелое. Но внутреннее расследование уже должно быть закончено, так как сработали врачи второй детской больницы. Иду выяснять к руководству. Но на дверях мощное сопротивление. Ну, нету главврача. Это вообще лучше. Нету главврача на месте? Нету главврача. Девушка, мы придем. Я прошу пройти. Попасть к главному врачу больницы мне так и удалось. Но получить вразумительный ответ, увы, нет. Мы издали приказ по лечебному учреждению. Назначили лиц, которые будут проводить служебное расследование. И комиссия работает, наверное, в течение месяца. Еще месяц? Возможно. Еще месяц? Очень подозрительно. Почему так долго врачи не могут разобраться в причинах гибели ребенка, если даже результаты судмедэкспертизы готовы? Интересно, в облздраве вообще в курсе? Утреннее расследование в больнице вообще, сколько оно проходит? Месяц. Месяц. Вот они говорят, еще месяц. Разберемся, о какой причине затягивать. Не волнуйтесь. Руководство мне лично обещает. Мы все детально разберем. Вас пригласим. Все участники процесса будут. И вы сможете задать вопрос всем и нам в том числе. Позадаете вопросы лечебным учреждениям, которые оказывали помощь. Надо, не надо на разборе. Мы потом с вами проговорим за телефон, насколько они вам нужны. И все будет достаточно объективно. По факту смерти маленького Никиты уже возбуждено криминальное производство. Если вину медперсонала докажут, им может светить реальный срок до трех лет. Жду заключения независимой комиссии. У Борисполі скасовали рейсы до Брюсселя. Через ранковые теракты у столицы Бельгии посиленно охороняют киевское метро. Очевидцы говорят, перед вибухами лунали крики арабской мовы. Кого уже затримала поліція? Все сталося миттєво. Ось люди спокійно йдуть по аэропорту із валізами. Хлопок, вогонь, і вони падають на підлогу. Кому пощастило, тікає. Я пішла в туалет і за п'ять хвилин почула вибух. Стейля почала валитися, я залізла під рукомийник і почула другий вибух. І все почурніло. Коли вилізла, побачила купу закривавлених людей. І я просто пішла, побігла за аеропорту. Там був справжній хаос. Я злякалася, відчула, наче це кінець світу. Два вибухи один за одним пролунали в аеропорту Брюсселю о 8-й ранку. За півгодини ще два теракти на станціях метро у самому центрі міста, поблизу штаб-квартир міжнародних організацій. За дивним збігом саме у цьому районі кілька днів тому поліція затримала головного підозрюваного у листопадових терактах в Парижі. Салах Абдеслам сказав, що у Брюсселі він готувався до нових терактів. І це може бути правдою, адже ми знайшли купу зброї, важкої зброї. Також ми побачили цілу мережу людей, пов'язаних із ним у Брюсселі. Щонайменше 34 людини загинуло, поранено близько півтори сотні. Нині аеропорт, метро, школи, установи закриті, не працює громадський транспорт. Рівень терористичної тривоги Україні підняли до найвищого. З Борисполя скасували всі рейси до Брюсселю. Айсбул побачила у теракті російський слід. Я не хочу бути голослівним і стверджувати про щось, але я не здивуюся, якщо за цими терактами у Брюсселі з'явиться російський слід. Дмитрій Мєдвідів із коментарем не забарився. У Фейсбук написав «Грицак придурок». Написав у мережах і Михаїл Саакашвілі. Виявляється, його дружина та син вилетіли з аеропорту за Вентем за кілька годин до терактів. Натепер поліція Брюсселю заарештувала двох підозрюваних біля станції метро «Смаальбек». Також знайшли три пояси шахідів, які не спрацювали. Відповідальність за трагедію вже взяла ісламська держава. Тим часом українці несуть квіти під посольство Бельгії. Зимфіра послала матом українців. В соцмережі розділилися навпіл. Одні захищають співачку, інші ганять. Що саме сталося на концерті у Вільнюсі? Зимфіра показала факт українському флагу. Я житель России. Ми знаходимося в Литве. Я прошу вас. Я прошу вас. Вы любите свою страну. Я люблю свою страну. Фак был. Его нету в виде, но он был. Я его видел. Поклонники в шоке. Такого никто не ожидал. Ведь всем казалось, она поддерживает Украину. Украинський флаг в руках. А в Грузії на концерте сама вешає украинський флаг себе на микрофон. И это все было буквально в прошлом году. Почему же теперь такой резкий жест своим украинским фанатам? Кстати, Зимфіра дважды просила убрать флаг из зала. Я не хотела. Я не хотела не касаться, не говорить. Ну, пожалуйста, люди с флагом. Вы любите не меня. Вы любите какую-то свою идею. И вы меня хотите подставить. Я прошу вас весь концерт. Второй раз про флаг Зимфіра предупредила уже с матом. Я прошу вас. Вы любите свою страну. Я люблю свою страну. После такого из зала вышли украинцы и даже литовцы. Многие литовцы тоже вышли после этой всей истории, ушли с концерта. Интернет взорвался. Тысячи яростных комментариев собираются под постами в соцсетях. Александр Пидан, мягко говоря, разочаровался в кумире. Мерзко стало. Вот прямо мерзко, противно и обидно. Флаг ведь не был провокацией, а демонстрацией любви украинских фанов. И если певица боялась проблем, могла бы выразиться деликатнее. И ее бы поняли. Если бы просто по-другому она нормально попросила, люди бы убрали. Не было никаких проблем, никто не хотел ничего накалять. Но нашлись и те, кто считает, у Зимфиры просто не было выхода. Ведь ей хорошенько досталось после флага на микрофоне в Грузии. Ходят слухи, что Зимфира извинилась за резкие слова, но украинцев в зале уже не было. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава націю! Слава націю! Слава націю! Слава націю! Украина! Боже тут все! Російський суд визнав Надію Савченко винною і присудив їй 22 роки колонії. Льотчиця своєї провини не визнає. На знак протесту Надія з усмішкою заспівала «Горіла шина палала». «Горіла шина палала! Горіла шина палала! Там барыга застояла! 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 Надю визнала винную за трьома статтями. За вбивство присудили 18 роков за замах на вбивство мирных громадян. Еще 4 года и до всего влепили штраф за незаконный перетон кордона. Оскарживать решение суду Надя не планует, а президент Украины Петро Порошенко официально заявил, готовый обменять Савченко на двоих российских военнослужащих, затриманных в Украине. До абзацу звернулася жінка. Ей продали бракованное взуття и отмываются повертать деньги. Что делать в такой ситуации? Смотрим. В Украине новый тренд. В магазинах продают одноразовую обувь. Мы не хотим отбить. Первый же день это брев. Человек оделал обувь. Это качественная обувь. Один раз оделал обувь. Сапожек, который даже не вышел с магазина. Его никто никогда не обувал. Вот это ее сапожка. А вот это стоит у вас сейчас на прилавке. Смотрите. Это тоже брак. Если я чуть-чуть сильнее надоблю, то он просто останется в руке у меня и все. Елена отдала 2000 гривен за осенние сапоги. Но на домашней примерке у обновки неожиданно отвалился каблук. Ой, просто отвалился. Он на одном винтике держит. Вот, да. Он даже не докрученный. А этому парню втюхали дефектную обувь в магазине да так умело, что он и не понял, на что потратил деньги. Ну, мы заплатили немного сравнительно по сравнению с другими. 600 гривен, но они написали в чеке дефектное взутя. И потом на основании этого хотели сказать, что вы же видели, что дефектное взутя. Вы сразу его смотрели. То есть, хотя в законе такого термина, как дефектное взутя, но мы не нашли, что это значит дефектное взутя. Причем почерк, который там вообще... Ну, его разобрать очень сложно, что там вообще написано. Но по закону это грубое нарушение. Специалисты говорят, такого товара на прилавках вообще не должно быть. Заборонена реализация взутя с вырубничьим дефектом. В первую очередь, необходимо в свои вымоги предъявлять продавцу, у кого было предъявлено. Но, похоже, одноразовая обувь в этом магазине – хит сезона. Людей, что купили бракованные шмякодавы, уже сотни. Я два раза одела, разошелся шов. Они мне говорят, ну мы вам зашьем. Оставляйте заявление. Вот так вот на протяжении месяца. А я говорю, я не хочу зимнюю обувь, порванную носить, ребята. Либо замените мне товар качественный, либо верните деньги. Даже по закону обменять бракованную обувь можно в течение 14 дней со дня покупки. Но, как оказалось, только не в этом магазине. Вот смотрите, три заявления, да, каждый раз отписки. Я прихожу, новый администратор говорит очень вижливо, пишите заявление. Он написал заявление, уже третье. Я не знаю, что делать. Две недели я ждала, написала заявление. Потом я пришла к ним, они мне дали такую отписку, у меня все здесь есть, что они мне ничего не усмогут, смогут починить. Я спросила, хорошо, через какое время вы мне отдадите обувь подчиненную? Они мне говорят, две недели. Я говорю, две недели заявления, две недели ждать, пока вы мне почините. Я говорю, в чем мне ходить? Можно еще раз посмотреть заявление? Куда она дотирана? 30-е сумки. У нас седьмым числом аналогичное. Словом, у них заготовки, просто на полностью все наши вопросы. Абсурд! Вместо возврата денег или новых башмаков магазин предлагает ремонт. Как такое возможно? Почему вы отказываетесь возвращать деньги за бракованную обувь? А у нас вот видите, сколько народу здесь? Все обманутые покупатели, недовольные. Они хотят ответов на свои вопросы, потому что они их не получают. Мы пришли к вам в магазин, мы не пришли к вам домой. Пока вот сейчас видит хозяин, не поменяет трубу, не вернет деньги, все, мы не уйдем. Но продавцы как сквозь землю провалились. Да, мы не заходим. Просто хотим предупредить, что если не появится какое-то лицо, которое может дать ответ, мы вызовем полицию и будем разбираться тогда уже в полиции. Сориентируйте нас, пожалуйста. Сейчас в 10-15 часов приедем, вырезаем. Прошел час, но ни директор, ни администратор в магазине не появились. Зато мы нашли новые доказательства бракованных башмаков. Честно, я в обувном магазине первый раз вижу столько заеду. Вот, смотрите, как вариант, 4 августа было куплено две пары босоножек, да, не получила товарный чек на сумму 1190 гривен. Через два дня, два раза одевая, босоножки порвались. Принятый магазин, не обменяли. Мне сказали, что могут взять только на ремонт. Запомните, если продавец хочет всучить вам обувь без чека, бегите от такого магазина подальше. А вы знаете, что у вас в торговом центре работают мошенники? Они вам доплачивают как-то? Как это у вас происходит? Может, *** как-то повлиять на руководство вот этого магазина конкретного, который регулярно обманывает покупателей? Я сейчас по регулярности слышу, например, первый раз 100%, что я сейчас свяжу с руководством этого конкретного магазина и передаю всю ситуацию, которое здесь происходит. И тут, через два часа возмущений и унижений, в дверном проеме появился он. Вот и есть. Мы вас дождались, вы существуете. Все люди, которых вы здесь видите, это покупатели, которые жалуются на то, что вы нарушаете их права. И гнев возмущенных покупателей было уже сложно сдержать. Вы продаете обувь, которая от похода в квартире через два часа отпадает подошву. Вы позоритесь сейчас, прикрываясь законом. Ни в одном законе не написано, что подошва от обуви может отпасть через два часа и ценно-значный ДП. Сапожек, который даже не вышел с магазина. Его никто никогда не обувал. Вот это ее сапожка. А вот это стоит у вас сейчас на прилавке. Смотрите. Это тоже брак, не существенно. Если я чуть-чуть сильнее надоблю, то он просто становится другим. Смотрите, есть повреждения, есть производственные дефекты. И при этом вы скажете, что это классная обувь. Это из новой коллекции. Можете сказать, это какой дефект? Оказывается, у обуви, внимание, есть два вида дефектов. Например, существенный – это когда треснула подошва. И несущественный – когда отклеилась подошва. В первом случае за обувь должны вернуть деньги или обменять на новую. А во втором по закону действительно только отремонтировать. Но согласитесь, ходить в подклеенной обуви за две тысячи гривен – как-то не комильфо. И тут покупателям пришла на помощь полиция. Но, похоже, вся эта канитель с браком в магазине длится уже не один год. Пострадавшие уже и в соцсетях страшилки пишут. Но, похоже, для юриста эти комментарии – пыль. Его так просто не испугать. Угрожали убийством, угрожали всем. Просто верните деньги и все. Слушай, какая у вас опасная работа. Казалось бы, обувной магазин. А тут могут и порешать вообще. Вы были такие случаи. Приходили, угрожали, вызвали милицию. Куда мне катится? В канун праздников службы, что следят за качеством товаров в магазине, все в новогодней суматохе. Но уже в новом году пообещали провести со мной основательную проверку обуви в этом магазине. Так что смотрите уже в новом году мое расследование, как вернуть в магазин бракованную обувь и получить обратно свои деньги. На украинских яблоках заборонены химикаты. Интоксикация очень высокого уровня, которая приводит до аллергии, до разных вибочных эффектов, вплоть до аст. Что за дивный налит на вітчизняных сортах? Вот смотрите, видите, плавают какие вещи вверху. А как выбрати яблучко, чтобы не втроиться? Сьогодні в Житомире відбулася присяга клоуні. Принаймні понад 200 нових патрульных самі себе так жартома називають. И все невдоволены своей новенькой формой, синтетики и дешевого синтепону. Кто выставил копьев на посмеховиську? Абзац у Житомире. Безразмерная, холодная и с химикатами. Герлик Харьковский, 75% синтетики. Почему житомирских полицейских обделили в тактической американской форме? Та, що в Киеві американська шла по 700 долларов, та, що сюди кидається по 400. І пройдет ли український производитель наш тест на прочность? 108, 109, подивіться, яка сильна машинка. Новой полиції Житомира выдали форму украинского производителя. Для того, чтобы сравнить, какая лучше, я взяла комплектик американского образца. Это та, в которой сейчас ходят киевские, харьковские и одесские полицейские. Но житомирские копы будут ходить в другой. Сегодня они в этой новой форме принимают присягу. Слава України! Героям слава! Большой конкурс был, наверное. Очень большой, больше 5000 кандидатов, и прошло 229. Но еще за день до торжества интернет облетела анонимная информация от одного из новоспеченных патрульных. Новые полицейские Житомира получили отвратительную форму. Да еще и на пару размеров больше. Куртка на очень тоненьком, дешевеньком синтепоне. Ткань синтетика, в которой в середине резина. В ателье с трудом ее вшивали и прострочили. Форма с курткой не внушают доверия, и все воняет химией. Эти костюмчики сшили на харьковской фабрике. И ткань уже не американская. Ту ткань, из которой сшили, форму присылали прямиком из Штатов. Часть формы нашему государству презентовала Канада. Она, увы, закончилась. Не буду объяснять причину. Вот и проверим. Иду тестировать с помощью украинского дизайнера, которая уже пощупала американский образец 5.11. Маргарита, ну что скажете, вот американский у нас образец. Очень качественный. Я вот прошлась по рядам, скажем, наших полицейских, заметила, что очень много кривых строчек, очень много нитки не обрезали. Возможно, спешили. Вот сравните. Даже моим непрофессиональным взглядом я вижу визуальные отличия. Цвет отличается, причем отличаются брюки цвет от верха. У девчонок отличается от парней. Еще и шапка отличается. Три или четыре синих цвета. С размерами тоже не угадали. Поэтому накануне присяги копы вынуждены были за свои деньги перешивать ее. Форму я только чуть-чуть укорачивала китель и штаны. А вот это местная партиха, которая лично подшивала штаны одной из полицейских. Штаны, которые я ушивала, ткань тоньше и ярлык харьковский 75% синтетики. Там должна быть еще пропитка специальная водоотталкивающая. Никакой пропитки нет совершенно. Кстати, штанишки киевских копов тоже не очень-то и водоотталкивающие. Я уже проводила тесты с ними. Водоотталкивающий эффект есть, но через пять минут это все мокрое. А сейчас давайте пристальней присмотримся к курткам. А теперь дадим примерить копам американский образец 5.11 и сравним ее с украинским. Давайте взвесим. Эти, наверняка, из-за того, что они повышены, наверняка, они будут тяжелее. Эти, наверняка, в центре Кировограда прогремив вибух. У повітря взлетел смятник. У него заклали саморобную вибухівку, нашпигованную металевыми кулями. Постраждали двоє людей. Їх відвезли до лікарні з осколковыми пораненнями. За указанным фактом, розпочато досудовое расследование за ознаками злочину, замах на вбивство двух и больше осіб. Наразі зараз проводятся першочерговые следственные действия. Будет проведена экспертиза, в данной оценке, який пристрій був підірваний. Кожне друге яблуко в Украине побризкає нехимикатами. Фрукт здешевшав не дарма. Теперь у ньому не вітаміни, а отрута. Як зрозуміти, що яблучко, яке ви купили, безпечно їсти? В какой хімії пичкають яблоки, що їх даже черви не їдят? Начало морщиться, але не гнієт. Микробы його не їдят, грибки його не їдят. Чем грозит вам такой витаминный фруктик? Получається інтоксикація дуже високого уровня, которая приводит до аллергії, до разных побочних ефектов, вплоть до астмы у дітей. І як вибрати живоє яблоко, щоб не травануться? Пасоване, да, здесь не допробуєш. Попробую. Ого! Угу, воск тоже є. Тонка, однака, работа! Це яблоко Татьяна купила в супермаркете. Захотелось витаминчиков. І вже п'ятый місяць хранить його як експонат. Яблоко при храненні було погрызено яким-то жуком, червяком, ми не знаємо точно, чим. Кожуру оно повредило. Дальше їсть не стало. І дальше процес гния яблока не пошел. Оно якби законсервировалось. Якби його срезати, смотри. Ха-ха, слушайте. Я был уверен, що тут вже все. Внутри гнилое і нікако. Микробы його не їдять. Грибки його не їдять. Так, може, і людям такі яблочки їсть не стоїть? Як же понять, що яблоко, котре ви покупаєте, содержит не витамины, а химикаты? Яблок вокруг столько! І ціны на весну упали. Откуда яблоки? Пупильню, знайти. А, пупильню? Да, конечно, че ж не знаю. Скільки кілограмм? Звучить. А в магазине і на десятку можна кілограмм крупних набрать. Все красивені і блістят, як лакові. Іменно на цей блеск повелась і Дар'я. Я купила 5 здоров'яких, таких красивих, глянцевих яблок. Я съела 2 яблока, і через полчаса мені стало плохо. Мені піднялась температура, мені почала тошність. Візовую скору. Мені ставить діагноз, що якоби отравління. От яблок? Звучить. І несу в інститут. Помогите мені выбрать, що із цього я можу їсть. Є подозрення, що це все натирають якісь, можливо, маленькі гномики спеціальним воском. Сама яблоко, воно має природні восковий наліт. І в силу того, що його миють, його потім покривають або воском, або фрустовим парафілем. Восковання фруктов дуже популярно на Западі. Це захищає плоди від бактерій і продліває їм молодість. А чим удлиняють життя українським яблокам? Ми відчуваємо, що щось на цьому яблочку є. І спробуємо просто знімати з нього покривний шар. Яблоки для чистоты експеримента я не мил. І для експерта я выбрал самі популярні сорта. Айдарет, київське зім'я, Голден і Ренет Семеренко. Все от українського производителя. Голден я встречаю чаще всього. Ну, я вам скажу, ось, зверніть увагу, що є певний липкий покритий шар. Можливо, це дійсно і є той парафіновий шар. Коли я даю це дитині, я буду це обов'язково знімати разом шкірочкою. Семеренко. О, дивіться, а тут вже білий воск пішов. Є якесь покриття, я не виключаю, що це може бути природний воск. Слухайте, а тут вже так, як перхоть, знаєте? Стружечка пішла, радівенька. Тут таки, я думаю, приклалася, тому що все-таки, в першу чергу, аромат. Аромат говорить про те, що його нема. Що я не зрозумію, якщо чесно. Ну, вам пахне? Мені ні. Мені якби це вагалі гнілью пахнє. Ну, якби яблоко лежало. С ховищем якимось, певне. Виглядає дуже гарно, але ж, ну, на жаль, аромату немає. Ну, почешу. Саме цікаве, що нічого нема. Ну, це, звісно, дивово іще. Ось це яблоко купував у бабусі. Бабусіна яблоко без парафіна. На всіх яблоках, що з магазина, що з ринка, оказався непонятний якби восковий наліт. І тільки один екземпляр із трьох, який я покупав у хазяйки, оказався идеально чистым. Так домашній хороший, да? А ножичко нема, щоб попробують. Скільки кілограмів? 15. Ну, нічим не оброблено, я смотрю, да? Ну, давайте, хорошее яблочко. Ну, як ви храните? В ящик не купуєте. Солому чи щось кладете? А, газета і все? Да. Вот так. Газета – наше все. І никакой хімії. А як хранять яблоки больші предприятия і фермери? Голд і семиренка. Качество, що там черві, щоб не червиве, не бите, хороше. Ага. А я не знаю, ви чимось їх там обробляєте, тому що там, ну, там воском спеціально, щоб воно лучше хранилось, щоб воно красиво було? Оно красиве, ну, все обрабатывається в достаточной мере. Да конкретно, конкретно воском ніхто яблоко ніколи не обрабатывав, вас ввели в заблужчинь. Ну, і вас потом не отмоєш, це гадо. Ну, це да. Воск страшно звучит, но газовая камера – ще страшніше. Фермер, кстати, і не скривав, що обрабатывает яблочко. Просто не розкололся, чим. Віктор Петрович, по поводу яблок. У вас є? Є. Місяць, березень, да? Тобто, який у них там стан? Чи може вони там гнилі, подбиті вже, зморшені? Стан чудовий. У нас холодильник. Так це ви газом чи просто у холодильнику? Це просто в холодильнику. А, просто в холодильнику. І воно нормально, якби, да? Лучше по Україні не буває. Воску немає, газу немає, так що звиняйте, в цьому вопросу ми вам не поможемо. Тобто обрабатывают все, каждый по-своему. І такими яблоками завалены все прилавки. Пелена, да, полностью пелена. Вот даже, я думаю, що рука грязнає буде. Можна ли їх їсть без вреда для здоров'я? Яблоки все обрабатываються по-разному, но сегодня никто не брезгует очень серьезною химическою обрабаткою. Тем более, если в Украине есть какие-то допуски и нормы, то они все слабее. Вспомним, какой сегодня сезон. А вот посмотрите, яблоки, которые с моего личного сада хранились в довольно приличных условиях. Вот это ничем абсолютно не обрабатывается. Самое время почувствовать разницу. Дачная, рыночная и магазинная. Разница очевидна. Это яблочко уже поморщилось, а этим хоть бы хны. Съедобное яблоко не может лежать и не портиться. Все препараты, которыми обрабатываются яблоки, нацелены на то, чтобы угнетать микрофлору, которая разрушает, гниль вызывает. Если этот же препарат попадает к вам, ваша микрофлора тоже умирает. В том числе и полезная. Приводит к брожению, вздутию кишечника. Если я каждый день буду есть эти яблоки, а я реально их фанат, то что со мной может случиться? Консерванты, в виде Е вы их знаете весь список, накапливаются. Организм не успевает их вывести. Получается эндоксикация очень высокого уровня, которая приводит до аллергий, до разных побочных эффектов, вплоть до астмы у детей. Узнать, чем обрабатывается эта кожура, в Украине практически невозможно. Но я сейчас попробую. Берем яблочко, моем. И сейчас медленно, не спеша заливаем горячего дуга. Посмотрите, как чудно скатываются капельки. Автолюбители должны использовать этот эффект для того, чтобы обрабатывать свой автомобиль. Не должно так быть. Не должно так быть. А вот смотрите, видите, плавают какие вещи сверху. Горячая вода помогает нам уберить что? Помогает нам понять, есть ли и какой слой напыления на яблоко тех веществ, которые вы не можете смыть щеткой. Смотрите, видите, такие волосы, как лужи, да? Вот так элементарно вы можете проверить, обработано химией яблоко или нет. А липкий на ощупь яблоки обязательно вымойте горячей водой со щеткой. И еще кожуру срежьте. В ней витаминов уже давно нет. Кто-то ходит с ножичком в лес собирать грибы, а я с ножичком теперь за яблочками хожу. Ну вот это видно, что более-менее живые какие-то. Вообще не пахнет. Сейчас попробуем пошкрябить. Есть тоже. Искусловно это точно будет. Вот оно. По-любому будет липкое. Да, здесь и не попробуешь. То же самое. Видишь. Воск тоже есть. Ну айдарет тоже. Везде воск. Если мы брали у бабушки, бабушки что было? У бабушки было все хорошо. Ну то есть оно даже не шкрябывалось. То есть здесь шкрябывалось. КОНЕЦ! 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 КОНЕЦ!